уважаемые коллеги я еще раз вас поприветствую официально давайте начнем нашу очередную лекцию я подведу итог нашим изысканием на прошлой лекции давайте с вами не пишите это у нас все было что чем мы занимаемся мы с вами рассматриваем функции из вот такого вот класса что это за класс функции до измеримые на r до 2 пи периодические сужение которых на отрезок минус pp принадлежит l1 до пространства модуль интегрирован и так мы такой функции сопоставили вот такой вот функциональный ряд так мы обозначили что это заряд ну давайте я в вещественной форме до сначала запишу а потом мы вот свернули комплексную так коллеги было такое говорите вот где вот там у нас вот такое вот вот такое число да ну а кат и bк ты это здесь заменой соответственно на косинус к x и на синус к x так не пишу вот из практических целей там как-то так по мере развития теории возникла необходимость разлагать функции вот в такие ряды и итогом нашей лекции прошлой было как раз и утверждение достаточные условия разложимости функции в такой вот ряд вот давайте это получим если вот предыдущие следствие назвать следствием 1 то вот следствие 2 запишем так пусть функция f 2 пи периодическая и в каждой точке существует у нее конечный правый левый производные в обычном смысле правый левый производные а значит функция давайте с вами посмотрим что можно сказать если правая производная существует то функция непрерывно в точке x право так непрерывно в точке x лево значит непрерывно вот отсюда так тогда по предыдущему следствию что мы можем сказать тогда ряд фурье функции f вот такой вот функциональный ряд сходится ну как предыдущая с там запишется в этом случае у нас односторонние пределы будут просто значениями да значит сойдется к значению это на r то есть смотрите достаточным условием разложимости функции в ряд фурье до тригонометрические являются вот такие вот условия конечно же их можно значительно ослабить что мы и сделаем но вот этих условий достаточно понятно коллеги все ну вот замечательно мы решили проблему которая стояла ну довольно долго перед математиками ну как вот некий путь прошли значит план на сегодняшнюю лекцию давайте вот завершим исследование ну то есть подведем итог тому материалу который накопился за 19 век а уже на следующей лекции какие-то результаты 20 века рассмотрим договорились поехали еще один признак дополнительный к признаку дине следующий вот хочу его с вами обсудить итак теорема признак дирихле жордана дирихле жордана и так пусть функция f принадлежит l1t и x какая-то фиксированная точка если функция f это функция ограниченной вариации ограниченной вариации на таком отрезке при некотором дельта больше нуля то ряд фурье функции f в точке и x сходится ну вот к полусумме односторонних пределов ребят я чуть-чуть вас помучаю чтобы вы как-то вошли в курс дела а откуда у меня известно что такое вот число вообще существует для функции ограниченной чего чего да 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 так может еще кто-нибудь а что мы знаем про функции ограниченной вариации был у нас критерий который говорит что функции ограниченной вариации на отрезке это те и только те которые представимы в виде да по критерию что f может быть записано в виде разности г-х монотонные функции да было такое коллеги значит на так хорошо хорошо так скажите откуда это число возникнет что она есть да это у нас было до свойства монотонных функций так как устроены точки разрыва монотонные функции только разрывы первого рода если есть то только разрыв первого рода так все хорошо значит ну вот здесь отсюда мы и получаем коллеги вот это понятно что я здесь записал да теперь скажите мне пожалуйста вот теперь такой момент в силу того что у меня коэффициенты фурье линейные то я могу доказать отдельно утверждение для такой функции для такой функции да правильно коллеги то есть я могу доказать для монотонной функции предполагая что f монотонно ну а дальше заменяя если необходимо на минус f я могу считать что функция какая не строго возрастает так пишем в силу линейности коэффициента фурье можно предположить можно считать что f не строго возрастает на этом отрезке значит напишите последствия из леммы 1 последствия из леммы 1 скажите мне пожалуйста когда ряд фурье сойдется сойдется к числу к какому-то числу с что там за критерий был ну найдется дельта я вот захотел вот это дельта да которая здесь фигурирует да что вот такой предел давайте я тут ввиду обозначение при n стремящемся к бесконечности равен нулю так коллеги было такое сейчас где 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 ну вот эта функция как устроена ну вот такая да функция сейчас плюс t минус 2s а 2s это у нас вот такая да плюс да коллеги все понятно от нуля до дельт вот это дельта да да хорошо теперь стало понятней надеюсь коллеги пойдет скажите мне пожалуйста всем ли понятно что я могу сгруппировать вот эти вот отдельно и достаточно доказать предел ну вот для разности например для так аналогично для разности такой да значит нам достаточно достаточно показать что вот 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 такой вот интегральчик f вот x плюс t минус x плюс 0 на t sin n плюс 1 2 t d мю t стремится к нулю пойдет коллеги коллеги отреагируете все понятно пока ну все сконцентрировался давайте все здесь просто по модулю одного факта который был давным-давно ну давайте вот сейчас вот я его напомню так силу возрастания f у меня найдется дельта 1 дельта 1 вот здесь живет так что а вот от x плюс т минус f от x плюс 0 давайте какая это функция ребят скажите ну я отнял число да она не строго возрастает так не строго возрастает так я отнял ну вот представьте вот у меня предел справа вот эти значения т эта функция не отрицательная так не отрицательная при т вот отсюда так коллеги все понятно а теперь скажите мне пожалуйста и монотонно да поэтому а предел вот этой функции при х стремящемся к ну ну к чему там при т стремящемся к нулю справа это будет как раз вот это число так значит вот этот предел вот этой функции при т стремящемся к нулю справа значит я могу взять дельта 1 так что у меня начнется выполняться вот такая вот вещь ну тут надо сказать зафиксируем эпсилон зафиксируем эпсилон коллеги отреагируйте всем понятно откуда я взял да ну вот из того из монотонности того что у меня записано число предел функции f от x плюс t при т стремящемся к нулю справа пойдет коллеги все хорошо хорошо вот смотрите ага а может вы мне напомните какой же я факт сейчас собираюсь при применять вот бы я отсюда вытащил среднее значение что такое у нас ну какая-то интегральная теорема среднем да формула боне была такая о да ну поэтому поэтому давайте подумаем может быть мы не включим это в билеты но давайте это сделаем так ну давайте формула боне да не пишите или там напомню что мы там с вами пусть у нас функция интегрируема по риммону а g не отрицательно и ну давайте не строго возрастает как у нас тогда справедливо следующее усреднение да какое ну вот g можно вытащить вот в этой точке да да здесь какая-то найдется средняя точка а а найдется c из отрезка b такая что а вот так пойдет коллеги ну так я не слышу поэтому ну вот давайте покажу хороший вопрос давайте скажите мне пожалуйста могу я здесь рассматривать интеграл риммана для начала спрошу у вас но это функция монотонная а это функция непрерывная до предопределение в нуле чем-то там так ну значит у меня произведение двух интегрируемых по римману функции иначе я могу здесь заменить на интеграл риммана так пойдет коллеги это всем понятно уважаем коллеги вы как реагируете хочу чтобы этот семестр прошел вот легко и вы все получили хорошие отсеки так скажите можно тут двигаться все если что вы мне как-то давайте знать и так по формуле бане у меня что ну вот найдется вы мне скажите что найдется что вот такой вот интегральчик f от x плюс t минус f от x минус 0 давайте коллеги я вот здесь на каком отрезке применю на вот таком так t sin n плюс 1 2 t пишу dt коллеги всем понятно почему стал так писать потому что интеграл риммана да так хорошо ну поехали по формуле бане что мне нужно сделать для функции g применяю да коллеги это ясно все значит у меня вылазит значение вот в этой точке вот в этой точке в этой точке а там будет что какое то возникнет дельта 2 так найдется дельта 2 значит пишем существует дельта 2 дельта 2 дельта 2 дельта 2 так я правильно записал так не услышал вот здесь да спасибо плохо слышно из-за акустики ребят сейчас стало лучше все отлично давайте с вами посмотрим вот это маленькое число вот будет показать что вот это не растет какой-то константой ну давайте сделаем это легко скажите мне пожалуйста что можно сказать про такой вот интеграл со второго семестра он сходится известно всего а что означает сходимость предел вот такой функции так есть на бесконечности коллеги отреагируйте что вот такая функция имеет конечный предел на бесконечности так а значит она у нас непрерывная так ограниченное могу сказать что на ограниченная функция так ограниченная ну что найдется константа такая что у меня выполнена вот это на таком вот промежутке пойдет коллеги еще раз если она имеет на бесконечности предел то она в окрестности бесконечности ограничена а дальше этого функция у нас хорошая интеграл существует так ребят можно тут продолжать все замечательно если это так то тогда вы мне скажите что вот здесь записано вы перепишите а я позволю себе тогда если я навешиваю нет давайте еще сделаем утверждение да значит смотрите я хочу рассмотреть вот взять для любого а числа и рассмотреть вот такой вот интеграл пойдет коллеги все скажите мне пожалуйста что будет если я сделаю замену n плюс с равно n плюс 1 2 т значит я дописал n плюс 1 2 сюда должен чтобы ничего не изменилось в числителе записать и то что дописал в числителе внесу вот сюда так правильно коллеги значит у меня остается вот такой вот интеграл чик правильно коллеги осталось записать пределы интегрирования при нуле 0 при а n плюс 1 2 а коллеги скажите все ли понятно некое некоторое число до больше нуля так коллеги тогда скажите мне пожалуйста я могу вот это оценить правильно коллеги для всех же все ребят ну а теперь скажите мне папа завершили доказательства завершили доказательства вы перепишите а я тогда имеем следующее модуль навесил сюда на интеграл тогда у меня что будет записано модуль навесил сюда модуль навесил сюда так коллеги помогите модуль снял в силу того что это удовлетворяет неравенство тогда это будет что эпсилон а вот это всем видно ребят что можно записать в виде разности интегралов такого вида а дальше навешу на каждый модуль и каждый из них оценится c значит всем видно что это будет справедливо вот такая вот оценка коллеги отреагируйте пожалуйста все понятно все замечательно ну все поборолись поборолись почему мы доказали с вами такой вот непростой факт а потому что потому что как мне с остальным интегралом то быть и так значит мне нужно вот такой вот да интеграл чик дельта я его разбил пока на 2 интеграла так коллеги навесил модуль 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 неравенство поставил так скажите мне пожалуйста первый мы оценили скажите почему второй можно сделать меньше наперед заданного числа молодцы потому что дельта у нас какое 1 положительно я отделился от плохой точки 0 тогда 1 на t стало какой непрерывной ограниченной функции домножил ее на интегрируемую функцию получил интегрируемую функцию интегрируемый на синус n плюс 1 вторая t при n стремящемся к бесконечности стремится и кодовая фраза по лемми риммана босцилляции так значит вот этот интеграл делаем маленьким по лемми риммана обосцилляции выбором номера n начиная с которого там меньше эпсалон пойдет ребят все отлично плюс эпсалон да оценили все ну я тут уже не стал красиво получать но всем понятно что это как константа она зависит не зависит даже от функции абсолютная константа поэтому я сделал правую часть сколь угодно маленькой ну а значит я доказал теорему все поздравляю вас вот такая вот теорема рад что мы с вами ее обсудили коллеги задайте если что вопросы если нет двигаюсь дальше нет да давайте получим следствие пока ну вот будем предполагать что возможно я это не включу да так сказать чтобы вам было полегче билеты но следствие мы получим потом из других соображений ну я уже в ближайшее время его должен использовать скажите мне пожалуйста абсолютно непрерывная функция является на отрезке абсолютно непрерывная функция на этом отрезке является функция ограниченной вариации что сильнее да является ну значит функции применимо применим признак к абсолютно непрерывной функции применим признак Дерехле Жардана так пишу следствие пусть F 2P периодическая функция абсолютно непрерывная сужение которой абсолютно непрерывная на отрезке минус P тогда тогда что коллеги как это число запишется если она абсолютно непрерывная но опять это будет значение да функции значит F от X на R значит всякая абсолютно непрерывная функция разлагается в ряд Фурье мы даже с вами в дальнейшем покажем что ряд Фурье равномерно сходится но чуть попозже пойдет коллеги пока вот такой вот факт договорились все отлично вот такая теория такой вот кусочек мне хотелось это обсудить красиво тем более отдадим дань Дерехле первый пробил так сказать он получил достаточное условие сходимости как раз для монотонных функций Жордан это 1829 год Жордан обобщая пришел к понятию функции ограниченной вариации это 1881 год доказал вот это представление ну а значит получил ну вот обобщение для таких вот функций понятно коллеги так вот исторически все сложно ну вот отдадим дань великим умам Дерехле который первый предложил достаточное условие я просто показываю что Банет пришел к этой формуле опять пытаясь упростить доказательства Дерехле то есть все завязано очень тесно так ну что вот такие коллеги дела теперь давайте пожинать плоды наших усилий будем получать простые факты о свойствах ряда фурье ну естественные вопросы возникают как там можно дифференцировать этот ряд интегрировать вот давайте ответим на эти вопросы Итак следующий пункт нашего параграфа почленное дифференцирование и интегрирование рядов фурье почленное дифференцирование и интегрирование рядов фурье теорема 4 о почленном дифференцировании ряда фурия о дифференцировании ряда фурия пусть ребят, да вот такое условие переписываю пусть f 2π периодическая функция абсолютно непрерывная на отрезке А минус π тогда ряд фурие производной получается почленным дифференцированием ряда фурия самой функции пойдет коллеги условия понятны давайте докажем смотрите здесь максимально просто а что просто у меня такой вопрос сначала на понимание скажите почему этот ряд фурия существует мы можем вообще сопоставить производной ряд фурии а что там мы знаем про абсолютно непрерывные функции так как f абсолютно непрерывная то она какая было такое что она дифференцируема почти всюду да отлично дифференцируема почти всюду ну а если я 2п периодическую функцию продифференцировал она осталась производной 2п периодической так а что мы еще знаем на каждом отрезке она какая ну вот производная интегрируемая ну значит производная такому классу удовлетворяет пойдет коллеги это все вытекает из свойств абсолютно непрерывной функции итак а что мы еще знаем вот я вам там сказал для чего я как бы вводил чтобы легко использовать какие-то стандартные вещи здесь хочу проинтегрировать по частям значит по формуле тогда по формуле интегрирования по частям я имею следующее ага значит у меня такой ряд существует я могу записать его коэффициент так коллеги значит что это такое напомните мне тем более что напоминать если это написано вот так да у нас коллеги отреагируйте все могу применить формулу интегрирования по частям интегрирую по частям что получается 1 на 2 пи f от т е в степени минус и n t подставляю т равное минус пи т равное пи так коллеги так минус по формуле и минус вот отсюда при дифференцировании так плюс плюс сюда и n на 2 пи так коллеги отреагируйте минус пи пи f от t е в степени минус и n t d d m от t коллеги пойдет но все формулу интегрирования по частям есть скажите мне пожалуйста почему внеинтегральный член ноль совершенно верно это произведение 2 2 пи периодических функций так значит это все я подставил значение на концах ноль а вот это коллеги что такое правильно это да вот такое вот выражение так все запишите внеинтегральный член равен нулю так как произведение f на экспоненту 2 пи периодическая функция пойдет коллеги отреагируйте все следовательно следовательно скажите мне пожалуйста что мы с вами показали мы с вами показали следующее что вот такой коэффициент он получается ну это вот такой да коэффициент но это же формально есть производная вот такое вот такое выражение ну значит то что обещал то и получаем значит беру функцию абсолютно непрерывную у нее есть производная ей можно сопоставить ряд фурье что это за ряд фурье ответ он из ряда фурье самой функции получается по членным дифференцированием ну как вам все понятно ребят все мы сложные утверждения доказали теперь пожинаем плоды быстро доказываем теоремы пойдет коллеги все хорошо давайте с вами обсудим следствие о порядке убывания коэффициентов фурье о порядке убывания коэффициентов фурье коллеги идея очень простая чем глаже функция тем быстрее стремятся к нулю ее коэффициенты фурье так понятно коллеги ну вот смотрите вылезает да вот множитель поэтому для такой функции уже что из себя будет представлять коэффициент фурье вот это стремится к нулю по леми римана да Женя ну значит это бесконечно мало о мало от единицы а тут еще надо поделить на n значит уже скорость выше о мало от 1 на n да давайте увеличим так что-то я поторопился где-нибудь там ставьте определение хорошо хорошо все это иметь под рукой но на практике хотелось проверять как-то попроще а тут как абсолютно непрерывные функции давайте вот какой-нибудь пример приведем самый ходовой на практике напомним где-нибудь там вставьте или можно продолжить еще раз напишем напомним что функция f называется кусочной непрерывной на отрезке а b ребят что значит кусочная непрерывная функция как вы считаете да если если f имеет на а b лишь конечное число точек разрыва если f имеет на а b лишь конечное число точек разрыва и все разрывы тире первого рода давайте продиктовал не буду коллеги где-нибудь на полях рисуночек что тут такое значит у вас есть конечное разбиение отрезка ну и здесь функция какая-то да непрерывной быть не обязана непрерывно на интервальчиках а в концевых точках имеет конечные пределы да односторонние пойдет коллеги все замечательно скажите мне пожалуйста всем ли понятно да значит замечание какой самый ходовой пример функция абсолютно непрерывной надо чтобы у нее производная существовала почти всюду давайте потребуем чтобы производная была кусочной непрерывной будет же существовать значит итак что я напишу если функция если функция f непрерывно и f штрих кусочно непрерывно на b то коллеги то что то f абсолютно да непрерывно на ab пойдет коллеги давайте напишем откуда это следует это следует из представления которое мы в далеком первом семестре в конце обсудили интеграл Риммана а значит формулу Ньютона формулу Ньютона Лебница мы как раз для таких функций обобщили значит у меня есть формула вот такая все функции которые в таком виде представимы они какие и есть абсолютно непрерывные да значит это вот вытекает вот самый ходовой пример ребят это вот на практике вам ну а теперь давайте о порядке убывания коэффициентов фури запишем теперь уж напишите следствие итак ну что давайте какой-нибудь М зафиксирую натуральное да и напишу пусть функция F имеет непрерывные производные до порядка так пусть 2P периодическая функция F имеет непрерывные производные до порядка M минус 1 включительно ребят давайте я поясню вот что в частности да в частности это означает ну раз у меня все производные должны быть непрерывны на R и производные да и сама функция 2P периодическая то производные тоже да 2P периодическая значит на концах в частности значения на концах должны совпадать ребят это понятно скажите пожалуйста значит в частности выполнено вот это при всех и от 0 до M минус 1 это вот как-то плохо осознают вот давайте это впишем такую фразу ребят понятно преамбула давайте сразу несколько здесь первое утверждение вполне подойдет если вы его одно искажете на экзамене да а что значит ну давайте просто получим прямое следствие этой теоремы вот если я здесь буду гнать 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 пока у меня не производная M-1 порядка не будет абсолютно непрерывной функции да ну давайте так если вот эта функция абсолютно непрерывно на минус P P то что можно сказать о коэффициентах Фурье то может мне сказать сколько мы раз вот эту формулу можем применить M-1 правильно M-1 вот итак M-1 применяю формулу у меня здесь M-1 вылезет и M так значит у меня будет здесь коэффициент N в степени M правая часть будет стремиться левая часть стремится к нулю тогда скорость какая будет O малая от согласны вот так хорошо коллеги пойдет чего забыл ну потребовал до порядка и минус 1 включительно нет я оцениваю коэффициенты скорость коэффициента Фурье самой функции не производной а самой функции все правильно записал понятно ребят продолжаем разговор а вот это удобно на практике и ну как бы большинство преподавателей знает вот это только да значит у нас на кафедре так давайте с вами посмотрим скажите мне пожалуйста давайте я еще раз потребую да чтобы у меня так производные да вот такого порядка была M плюс первого порядка была кусочно непрерывно на минус П тогда скорость коэффициентов это О большое от 1 поделить на вот такое так ну определение мы с вами записали давайте я здесь доказательства получу коллеги формулировка ясна все давайте доказательства получим доказательства ну что применяем да интегрирование по частям значит давайте я напишу что у нас значит по условию производные производные это абсолютно непрерывные до порядка M минус 1 включительно так до и от нуля поэтому по формуле интегрирования по частям то что я получаю ребят я получаю ну на последнем шаге скажите мне что мы там получим да то последовательно применяя формулу интегрирования по частям получим помогите я еще могу здесь еще один раз продифференцировать эту функцию дифференцирую получаю вот так крышечку M так и равно каждый раз вылезал и M так значит и M в степени M на коэффициент левая часть стремится к нулю по Лемми Риммон об осцилляции так а значит у меня N коэффициент Фурье есть O малая от 1 на модуль N в степени M понятно коллеги все замечательно а теперь вот это на практике да как работает скажите мне пожалуйста здесь смотрите здесь я как бы еще пытаюсь один раз раз у меня формула вот такая вот функция кусочно непрерывная то я еще один раз пытаюсь проинтегрировать по частям могу еще один раз проинтегрировать так давайте запишем значит это у нас ну все да значит второе утверждение да пусть у меня у меня у меня чего тут там какие буковки ну х да напишу х что там я тт написал ну давайте т пишу т0 т1 тн равное пи это все точки разрыва вот такой вот производной так коллеги пойдет тогда ребят скажите мне пожалуйста функцию на каждом таком отрезке я могу применить формулу интегрирование по частям так значит смотрите у меня что получается на каждом таком отрезке т ж минус 1 т ж справедливо какая формула ну помогите d t даже тут пишу это же у меня интеграл Риммана даже тут да готов что будет ребят зачем мне так записать вот так же надо и чего тут nt да dt такой же я хочу коэффициент так поехали коллеги помогите интегрирую по частям это у меня производная m функции так и значит что у меня будет коллеги f m производная t на e в степени минус и nt так здесь пока запишу а что мне нужно здесь подставлять я не могу да сказать что у меня есть значение но у меня есть односторонние пределы да поэтому сюда подставляются что если я вот так запишу будет ли понятно т ж минус 1 с какой стороны справа да плюс 0 а здесь т ж минус 0 слева ребята это понятно пределы подставляю так ну а дальше та же самая вещь которую мы писали так т ж минус 1 т ж f m от t e в степени минус и n т дт ребята отреагируйте всем понятно что я сделал применил на каждом отрезке ж меняется от единички до n да большое вот на каждом отрезке применил формулу интегрирования по частям ну куда уж проще тут хорошая вещь скажите мне пожалуйста давайте мы просуммируем пишите просуммировав полученные равенства при ж меняющемся от единицы до n большого и поделив на 2п получим коллеги что же я получу вот если я здесь просуммирую будет отрезок от минус п до п поделю на 2п и n то что будет правильно коэффициент вот такой вот производный так коллеги все да так хорошо так ладно а тут пока что-то потом вы мне скажете я лямбда н напишу пока вот тут что-то получится плюс что здесь будет и n n производная ее коэффициент фурье вот так коллеги коллеги скажите мне где лямбда н это 1 на 2п что я тут делал коллеги что же я вам устно проговорил поделим на 2п поделил и просуммируем да суммирую ж от единички до n а что тут возникает коллеги что тут возникает возникает вот такая да вещь f от t g минус 0 так на е в степени минус и n t g я уже могу тут по непрерывности написать саму точку ребят понятно вот здесь я пишу предел а вот здесь пишу значение так как эта функция у меня непрерывна понятно коллеги что я здесь делаю так минус ну заканчиваю уже эту магазин так что тут будет ну вот это да подстановка коллеги что там будет t g минус 1 плюс 0 на е в степени минус и n t g минус 1 так коллеги скобку закрыл скобку закрыл ребят не получается в отличие от предыдущего случая не получается здесь 0 потому что это не обязаны совпадать картинку рисовал но в любом случае это числа числа на косинус nt синус nt ограниченные функции то есть это какая последовательность по n ограниченная но модули вот этих единички так ребят значит в любом случае это ограниченная последовательность пишем ограниченная последовательность ограниченная последовательность где забыл вот здесь да спасибо ребят пойдет коллеги как все пока ясно а теперь скажите как мне получить вот вот это заключение ну давайте плохо тут влезать ну что делать где-то я вставлю допишу значит что у меня есть у меня есть такая вещь m производная m плюс 1 идет производная так и коэффициент фурье так потом дальше идет ограниченная функция так давайте так ограниченная последовательность плюс а что идет плюс вот такой да агрегат так коллеги плюс и m f m так ребят это ясно а скажите мне пожалуйста а я могу уже предыдущую теорему применять ну предыдущий пункт применять к вот этой функции ну значит что я здесь вы допишите а я что здесь закончу у меня вылезает сколько еще раз m да значит здесь будет m плюс 1 так я стираю ребят как вам вот это стремится к нулю сложил о малое от единицы с о большим получил о большое поделил на вот это получил заключение коллеги как вам все понятно ну отреагируйте и отдохнем все давайте так я наверное ох ну давайте пару минут отдохнем ну что полезное да следствие мы получили оценили скорость убывания да коэффициент фурии ну давайте теперь еще один неожиданный результат получим об интегрировании вроде бы сейчас вам как бы теорема ничего не скажет но на самом деле это неожиданно вот в чем скажите мне пожалуйста не пишите идея такая вот когда я рассматриваю функцию из этого класса то у меня здесь в общем случае равенства нет так ну рисует тильда функции f сопоставлен ряд фурии а неожиданность вот в чем если мы здесь проинтегрируем то здесь всегда равенство так устроим верфи давайте это докажем пойдет итак теорема 5 да о подчленном интегрировании пусть пусть функция 1 от t и вот такая функция ребят я устно проговорю сокращу тогда ряд фурии вот этой функции f получается по членным интегрированием ряда фурии вот такой функции причем полученный ряд будет сходиться к f большой то есть давайте тогда попытаюсь формально записать тогда я могу рассмотреть вот такой вот ряд который будет получен подчленным интегрированием ряда f маленькая а как будет подчленное интегрирование выглядеть ну при дифференцировании вылазит а тут надо поделить так вот так пойдет коллеги все это для таких целых вот что я подразумеваю под ряд полученный по членным интегрированием вот такой вот ряд пойдет коллеги нулевой коэффициент он вот здесь проинтегрировался пойдет да и что там утверждение и этот ряд сходится функции f большое все давайте это докажем доказательство везет все все быстро сейчас получим а быстро что давайте какие-нибудь свойства вспомним я хочу предыдущую теорему применить а для этого мне нужно вспомнить будет ли функция интеграл с переменным верхним пределом абсолютно непрерывной функцией будет ну все давайте я это запишу функция f большой абсолютно непрерывно на таком вот отрезке и ее производная а зачем ну на любом отрезке абсолютно непрерывно не буду писать и ее производная какая это f маленькая почти всюду на r все коллеги значит я могу хочу применить предыдущую теорему чего мне не хватает 2p периодической периодичности давайте проверим кроме того f 2p периодично проверим это я должен взять произвольную точку и рассмотреть вот это должен получить ноль почему получаю ноль помогите мне разобраться скажите мне пожалуйста если я рассмотрю разность двух интегралов что у меня будет все согласны что будет у меня вот такой вот интеграл так а вот здесь что будет минус 2p f с крышечкой от нуля так вы запишите а я уж воспользуюсь преимуществами доски а что мы знаем что если функция у меня интегрируема то интеграл совпадает на любом отрезке да по значению на любом отрезке длины периода значит я могу здесь какая какая длина у этого отрезка 2p значит я могу здесь написать вот так правильно коллеги теперь внимание вопрос а вот это что такое если поделю на 2p это вот этот коэффициент ох ну 0 и все это для любой точки ну значит у меня 2p периодичность есть абсолютно непрерывность есть значит я могу что сделать применить теорему о подчленном дифференцировании да по тогда по теореме какой 4 да о подчленном дифференцировании ряда фурье я что имею коллеги производная как устроена f маленькая ее коэффициенты фурье это есть что и n на коэффициенты самой функции правильно это выполнено для всех z ну в точности для n целых ненулевых так для чего ну для того чтобы я поделил отсюда я могу коэффициент найти правильно как у меня коэффициент выглядит ну вот так значит я все коэффициенты нашел составил ряд составил ряд теперь внимание вопрос почему этот ряд сойдется к f большое потому что оно абсолютно непрерывно это следствие признака дирихле жордана который мы писали и так по следствию по следствию признака дирихле жордана у меня ряд фурье f сойдется к f на r коллеги ну как все ли понятно да ну вот такая вот не очень сложная вещь так ну а теперь я получу следствие то о котором говорил значит пусть у меня функция f маленькая из l1 от t тогда тогда я возьму проинтегрирую и получу равенство здесь у меня будет такое такое здесь и в степени n t d t от x до y здесь написал dt потому что функции непрерывные интегрируется можно по Римману коллеги понятно да то есть можно проинтегрировать формально ряд фурье f и получить число какое число это интеграл от функции по отрезку xy пойдет все это у нас для любых xy на r ребят нечего здесь доказывать это все следствие того что мы переформулировка того что мы получили скажите мне пожалуйста почему это переформулировка да по определению да по определению f большое справедливо равенство скажите мне пожалуйста какое равенство справедливо вот если я вот это запишу ну помогите это будет ну вот значит я переброшу сюда вот этот вот это слагаемое так значит у меня будет f от y плюс f вот так да минус f от x правильно коллеги ну помогите плюс f с крышечкой на x так ребят понятно да ну давайте тут приведу ну даже не буду приводить справедливо такое равенство так скажите мне пожалуйста что вот это такое f с крышечкой от нуля нулевой коэффициент фурье на y минус x всем ли понятно что это интеграл от n при нуле понятно коллеги значит одно слагаемое я достал а все остальные достаю вот отсюда отнимаю отнимаю вот это ушло осталось разность вот таких коэффициентов а это есть проинтегрированное экспонент понятно понятно все из ну теперь утверждение следует из равенства теоремы 5 напишите теперь утверждение следует из равенства теоремы 5 коллеги как пойдет успеваю так ладно так не успеваю но давайте так тогда я не буду начинать теорему попытаюсь быстро доказать так теорема 6 пусть пусть функция f и g из l1 от t если теорема единственности если выполнено вот это то функции совпадают почти всюду ох замечательно смотрите что тут написано функция из класса l1 полностью определяется коэффициентом фурье коэффициентами фурье пойдет коллеги все отлично напишите в силу линейности коэффициентов фурье сводим к случаю ребята понятно что я могу перебросить сюда и под один знак то есть сводим к случаю когда все коэффициенты фурье нулевые так я должен показать что функция нулевая почти всюду это все легко можно по-разному действовать но самый простой способ два раза проинтегрировать получить что-то хорошее функцию хорошую для нее равенство и ее равенство с интегралом фурье а потом это равенство с интегралом с рядом фурье а потом это равенство продифференцировать два раза ну вот так вот давайте это сделаем итак положим функцию положим функцию от нуля до х f от t дмю от t плюс c где константа c выбирается так такая что нулевой коэффициент фурье ноль значит давайте я запишу такая что вот такой вот коэффициент ноль это всегда можно сделать с двигом на константу почему ну потому что то есть каким условием нужно удовлетворить то есть 1 на 2 пи интегралчик от минус пи до пи от какой функции от вот такой плюс c это непрерывная функция ребят непрерывную функцию проинтегрировал какое-то число получил с помощью константы хочу убить вот константа такая что вот обнуляется пойдет ребят так функция f 2 пи периодическая почему ну давайте с вами прокрутим то что мы уже делали пойдет ребят так c c ушло да сейчас заканчиваю это что у нас будет после сдвига 2 пи f с крышечкой от нуля так я правильно записал а это все коэффициенты какие нули значит это ноль так как это коэффициент ноль ребят понятно сейчас давайте я закончу рассмотрим еще вот такую функцию еще раз проинтегрировал проинтегрировал я могу уже здесь писать dt это интеграл Риммана так x и z что мы можем про эту функцию сказать аналогично так как мы добились вот этого то аналогично эта функция так как f с крышечкой от нуля ноль то g 2 пи периодическая ребят всем ли понятно что эта функция дифференцируема всюду это интеграл с переменным верхним пределом от непрерывной функции значит вот поэтому по следствию нет не надо да так кроме того да сейчас кроме того я могу применить теорему по теореме 4 по теореме 4 что я могу сказать скажите мне пожалуйста как устроены вот эти коэффициенты это по теореме 4 можно запихнуть вот так правильно коллеги а скажите мне пожалуйста а вторая производная вот этой функции какая взяли первую производную получил f от x большой f от x а если f большой от x продифференцирую то что получу f маленькая ну тогда я получаю что это у меня коэффициенты вот такой правильно коллеги все скажите а они у нас нули так и так у меня вот все я добился я получил что у меня все коэффициенты при n неравном нулю нулевые правильно коллеги у функции g ну так скажите мне пожалуйста как эта функция устроена по тогда заканчиваю по следствию из по следствию 2 из признака дирихли сейчас дини у этой функции всюду существует производная ну значит она всюду совпадает со своим рядом фурье у которого все коэффициенты кроме нулевого какие нулевые значит у меня функция g от x всюду равняется константе g от нуля да коэффициенту фурье нулевому на r коллеги как а теперь скажите мне пожалуйста могу я это левую часть два раза продифференцировать ну могу дважды дифференцируем это равенство продифференцировал константу ноль получил так а здесь а здесь получил почти всюду f почти всюду f маленькая ну получил то что и за планировал дважды дифференцируем тогда f вот так равна нулю почти всюду так все теорема доказана а на этом лекция закончена всем спасибо спасибо спасибо